всем привет меня зовут саша иди сюда давай-давай-давай молодец а это мая а я продолжаю свою серию про хобби и сегодня я добралась до пряжи я хочу не просто связать что-то легкое незамысловатое что может сделать каждый я хочу связать то что можно будет подарить да на подушку это ложись извините я в первую очередь мать а потом уже блогер я в инстаграме увидела рил с потрясающей сумкой которую девушка связала сама и что мы делаем когда видим что-то красивое что можно сделать самим нет неправильно мы не спрашиваем как человек это сделал мы делаем скриншот мы находим это в интернете мы находим туториал мы закупаем пряжу и делаем по туториалу все сами именно это я собираюсь сегодня сделать я все разузнала я все нашла для вас все это собрано в описании я оставлю ссылку на туториал внизу а я буду вязать ближайшие четыре часа в радость и болтать с вами вот так выглядит сумка но я нашла немножечко другой туториал на немного другую форму но идея в том что эта сумка сделаны из двух цветов пряж именно сочетание розового и красного и с такими висюльками вот она сохранена я взяла розовую и красную пряжу если вы захотите связать что-то подобное трикотажную пряжу можно купить на мега маркете также как и огромное множество всего остального мега маркет это маркетплейс с огромным количеством категорий для всего что вам может понадобиться начиная от парфюма и заканчивая кормом для собаки отличие его в том что все товары на маркетплейсе прошли проверку на качество заранее заказывать можно спокойно есть возможность примерить и доставка по всей россии бесплатно также можно оплатить товары бонусами сбер спасибо можно заказать подарочный набор и оплатить его на 99 процентов вот если вы не знали куда потратить свои баллы сбер спасибо пожалуйста для меня лично самое удобное что есть доставка по клику например я заказываю два матка пряжи и капсулы для посудомоечной машины посылку привозят до ближайшего пункта и появляется кнопка доставить я нажимаю эту кнопку в течение 15 минут мне привозят товары не нужно брать трубки от курьеров и согласовывать время если будете делать заказ впервые воспользуйтесь моим промокодом мега закупки который даст скидку 500 рублей при заказе от полутора тысяч рублей также на мега маркете есть система кэшбэков и до 31 мая кэшбэк повышен до 50 процентов но очень выгодно и прекрасно получается я в телеграме оставила милую подборку румбоксов которые можно собирать в такие милые уютные тихие вечера такие вечера нужны всем просто у каждого это свое кто-то вяжет кто-то рисует кто-то лепит но все это можно подобрать по ссылочке в описании я в школе уже вязала и у меня в целом опыт есть я вязала себе пледы и кофточки купальник даже как-то связала представляете но мне кажется что мой навык потерян абсолютно поэтому я не знаю что из этого получится даже если это будет провал вы будете свидетелями от начала и до конца я не собираюсь менять свои планы на сегодня я хочу связать эту сумку чего бы мне это не стоило и так мы берем две вот такие нитки немножко их вытягиваем потому что они стретчевые крючок и начинаем а руки-то забыли как это делается вязать я каждый раз когда вижу туториалы я думаю это все конечно здорово ты молодец но я сделала все по-своему сегодня я тоже сделаю все по-своему 1 2 5 11 15 а не слишком маленькая мне кажется как будто очень маленькая должна быть донышко по идее так сейчас еще раз ну ладно 15 так 15 пусть будет так так теперь нам нужно отметить свободную петлю я не собираюсь останавливаться в своих попытках занять свои руки чем-то полезным потому что обычно как обычно я целыми днями делаю что-то что не связано с физической деятельностью а вечером когда я чувствую что моему телу хочется подвигаться хочется что-то поделать я начинаю убираться вот вчера я выдрыла весь дом знаете как этот мем сейчас будем разбирать и собирать дом заново вот я делаю это практически каждый вечер потому что для меня это отдых я люблю убираться мне это нравится но умираться каждый день хочется иногда разнообразие какого-то в моей вечера добавить если у меня получится сегодня я буду гордиться собой так как будто я выиграла нобелевскую премию потому что в итоге должно получиться что-то невероятно красивое эту сумку я вижу для своей подруги примерно год назад она подарила мне на день рождения вязаную сумочку такого цвета хаки в виде шоппера это было так мило я так обожаю подарки сделанные своими руками и она говорила что она очень старалась что она долго подбирала цвет который мне понравится и я действительно ходила с этой сумкой все лето была ужасно благодарна но как-то я попала под дождь с этой сумкой а там ткань такая знаете акриловая пряжа и в итоге сумка просырела и начала вонять и этот запах вони не проходил никак в итоге сумка испортилась и полетела в мусорку к сожалению и мне было так жалко что вот я подарок который сделан своими руками выбросила вообще мне сердце кровью обливалось я решила что все подружка моя любимая я свяжу для тебя новую сумку так надо пометить вот я рассказывала уже в начале что я оставила ссылки на милые румбоксы если кто не знает это маленькие домики которые ты собираешь сам знаете с маленькой мебелью с маленькими горшочками цветочков это очень в теории расслабляющая вещь и мне кажется вот с этими хобби в том числе и связанием есть большой обман что ты сейчас засядешь за это дело и реально расслабишься а на деле ты бесишься из-за того что у тебя что-то не получается с первого раза не можешь пойти сделать что-то другое потому что у тебя гиперфиксация тебе либо надо закончить сегодня либо сегодня будет длиться столько сколько тебе нужно чтобы закончить вот мне например очень тяжело воспринимать вот такие штуки как ну не по достигаторски короче я не могу вот повязать немножечко расслабиться посмотреть фильмец оставить это а потом вернуться и доделать не могу мне надо доделать это здесь и сейчас я в последних видео так много разговариваю что мне кажется в следующем месяце в июне будут только тихие влоги я вообще не буду скорее всего разговаривать в них потому что как будто я уже наговорилась наболталась даже сегодня я чувствую что хочется посидеть помолчать он должен так заворачиваться наверное должен я купила себе выпрямитель от дайсон вернее не выпрямить а вот этот новый фен который может и выпрямлять тоже если вы следите за тик токами шортами сейчас это очень вирусная тема меня короче я жертва маркетинга меня купили я повелась на это потому что там есть возможность нагревать волосы максимум до 170 градусов минимум до 80 есть еще функция холодного воздуха что просто необходимо мне с моими убитыми в хлам волосами после блонда и после кератина я значит покупаю этот air straight в красивом бежево-золотистом оттенке начинаю снимать обзор показываю на видео как я делаю первую укладку я все делала на очень холодным я смотрю у меня на видео прям видно как у меня отлетают прядки прям вот целыми прядями отлетают волосы я поплакала немножечко потому что поняла что те деньги которые я потратила на этот эйр стрейт того не стоим потому что мне это сейчас на данный момент не подходит потом рассказала подружкам и вроде как успокоилась типа да волосы испорчены что ж поделать да ты будешь ходить не с прямыми волосами а с кудрявыми с пушистыми но мои волосы ни туда ни сюда они и не прямые и не пушистые вот сегодня у меня укладка на вот этот эйр стрейт а так в обычное время я хагрит у меня такой треугольник на голове и мне так не нравится почему-то мои натуральные волосы я не знаю никак не могу смириться со своей пушистостью были бы они прям кудрявые кудрявые мне наверно было бы легче справиться а тут ни туда ни сюда и короче всегда это смотрится неаккуратно меня все детство просили расчесаться типа господи ты расчешись а я расчесалась вот так выглядит мои волосы когда я расчесана и я выпрямляю волосы лет с 14 с нынешним состоянием моих волос мне даже феном нельзя пользоваться потому что волосы ломаются и я прям я в трауре мне прям очень грустно наверное все таки настал момент в моей жизни когда надо принять свою природу мне уже супер комфортно существовать без косметики без пирсингов в моем теле в том как какое оно есть сейчас на данный момент вот последний моментик наверное это вот волосы с которыми пока не комфортно мне задавали вопрос саша если у тебя комплексы касательно твоего тела нравится ли твое тело сейчас и я на сто процентов могу ответить что да да нравится потому что я знаю чего стоило моему телу выжить и просуществовать кидать какие-то претензии телу что оно какое-то не такое совершенно не хочется наоборот я я очень благодарна что мое тело вывозит эту жизнь почему такого отношения нет к волосам я не знаю вообще зачем нужны волос они нужны для веселья никакой другой функции у них нет я помню историю на уроке труда учительница у меня спрашивает что такое волосы для женщины я говорю это часть тела она говорит неправильно что такое волосы для женщины я говорю это роговые отложения эпидермиса она говорит неправильно что такое волосы для девушки знаете какой был правильный ответ главное украшение волосы для девушки это главное украшение не уверена что это прям главное украшение женщины у меня есть офигенный кулон зачарованными для меня вот это мое главное украшение девушки напишите какое ваше главное украшение я все напутала если что все напутала у меня получается бублик но мы справимся мы справимся сейчас я все выровня но тогда время другое было я помню что в то время это был вот шестой класс по мус тв и мтв люди высмеивали бриджит ой не бриджит женс как ее звали короче высмеивали какую-то актрису за то что она толстая но ребята слава богу эти времена прошли я думаю тогда было нормально это какие-то десятые наверно где-то так тогда было нормально во время шоу перевоплощение обосрать с ног до головы человека сказать что все в нем очень плохо у него ужасный стиль что все вокруг хотят чтобы он изменился и вот его перевоплощают а может быть девушка какая-то альтернативный альтернативного стиля типа с пирсингами с микрочелочкой с татухами и все вокруг говорят да я была бы так рада если бы она изменилась там все дела и в конце из нее делают какую-нибудь ну типа конвенционально красивую девушку и все такие да вот это тебе идеально подходит вот сейчас я думаю вот все вокруг хотят чтобы она стала другой она этого хочет эти по наверное прикольно попробовать себя в новом образе просто посмотреть на себя но мне кажется что это вообще не про индивидуальность не про помощь если бы ко мне пришли и сказали саша твой стиль это ужасно мы все хотим чтобы ты поменялась я бы задумалась над своим окружением с теми людьми я общаюсь что им было бы комфортнее видеть меня в другом образе я деваюсь так и выгляжу так не просто так я к этому шла я это выбрала я это купила на свои деньги и у меня была альтернатива из сотен других вариантов и почему-то я выбрала именно это задумайтесь фига себе физическая сила нужна чтобы с такими с такой пряжей сильно работать еще стараюсь потуже все затягивать чтобы сумка не деформировалась но я прям запахалась какое у вас было любимое шоу на mtv из вот этих вот десятых времен я наверное обожала топ модель по американски но не столько из-за не знаю там красоты этих девушек из-за самих конкурсов и так далее мне просто очень нравилось смотреть на те фотографии которые они делают и на процесс создания этих фотографий что где-то они там воду брызгают где-то они нитки прицепляют это такие фотосессии просто сумасшедшие мне так это нравилось и у меня в дет даже в детстве кстати не было какой-то оценки девушек по вот это красивая я болею за нее вот это некрасивая за нее не болею у меня была оценка по их поведению то есть все девушки мне даже нет я даже не думаю что все девушки красивые я вообще в целом об этом не думала ну типа какую-то красоту или что-то я очень не оценивала мне хотелось болеть за тех девушек которые в общежитии вот этом модельном вели себя хорошо которые помогали друг другу которые не строили козни не сплетничали я вот таких людей любил всегда и до сих пор люблю на британском ютубе сейчас тренд daily vlogs это тренд где девушки снимают видео на телефон не делают ничего сложного а просто вот ставят телефон что-то раз рассказывают показали свой завтрак показали куда сходили поделили поделились мыслями выключили склеили все это быстренько и выложили и выкладывают вот это каждый день это 10-15 минутные видео но ежедневно в одно и то же время мне блин так нравится эта затея потому что даже когда ты человека не знаешь я не знаю эту девушку я вижу в первый раз жизни не знаю какой зовут чем она живет сколько ей лет но натыкаясь на ее видео там в четвертый или в пятый раз мне уже становится интересно это знаете как такое реалити-шоу но без грязи с творчеством с книжными магазинами с кофе очкам я думаю может быть как-нибудь когда-нибудь что-нибудь такое замутить блин так не должно быть он не должен расширяться я что-то сделала неправильно я все заново сделаю я так вспотела пока все это делала включить кондиционер сделал все сначала потом начать снимать видео так я сделала себе кофе по новому рецепту здесь гранатовый сок и американо и сейчас я попробую просто следить за туториум и делать один в один не отвлекаясь пусть это будет как медитация я конечно оставлю ссылку на этот туториал но советую вам делать по-другому потому что я делаю все один в один как в этом туториале и у меня не получается квадрат у меня получается трапеция я вспотела я злая у меня ничего не получается я не желаю вам этого поэтому найдите какой-нибудь другой туториал в итоге мое убеждение о том что нужно просто посмотреть как делают другие понять схему и сделать все по-своему оказалось самый правильный я решила что я буду делать все так как чувствую а чувствую я что я не хочу никаких сложностей просто сделаю несколько прямоугольников соединю их а потом мы слепим что-нибудь красивое моя конечно же чувствовала раздражение мамули и всячески пыталась снизить стресс от этого супер ослабляющего приятного процесса туториал на свою сумку я оставлять не буду я думаю там максимально все понятно просто квадрат побольше квадрат поменьше тот что побольше это сама сумка то что поменьше это ручка взяла баночку черешни за очень дорого реально очень дорого еще один новый рецепт кофе здесь очень много молока и вместо обычного льда лед с эспрессо получается что чем больше тает этот напиток тем крепче он становится в общем задумка в том что вот это одна сторона сумки это донышко это вторая сторона и я сейчас просто свяжу такой же прямоугольник вот отсюда и как ручку все насколько это проще чем то что я смотрела примерно на три сеанса у психотерапевта вы знаете когда смотришь туториал делаешь один в один как она а получается какая-то фигня начинаешь сомневаться может быть люди которые говорят что я смышленная девушка просто меня слишком сильно любят и врут мне в лицо может на самом деле я категорически тупая потому что как можно смотреть делать точно также и получить другой результат я не смотрю больше как делают другие и делаю так как вижу я я так вижу я так чувствую на ужин у нас клубоника алиса можно ли клубнику собакам да клубнику можно давать собакам алиса сказала что можно клубнику сейчас уже вечер у меня неожиданно закончилась пряжа и я сходила в леонардо за новый заказать конечно можно но мне надо закончить сегодня ребят вы тоже меня поймите я не умею ждать вообще категорически у меня до сегодня готовый результат увидеть иначе я сойду с ума освещение просто ужасны давайте я вернусь когда уже закончу у меня Я вчера все-таки закончила, но было уже темно, поэтому я дождалась сегодня, чтобы показать, что вышло в итоге. Это очень-очень мило. Вы готовы? Вы не готовы. Та-дам! Ну какой малыш! Посмотрите на это. Показываю поближе. Здесь у нас написано Дина. Здесь я оставила вот такие вот висюльки. Мне они показались очень милыми. Я добавила еще несколько. Сюда я пришила вот такие вот бусины. Пришила их крепко, чтобы они точно не отвалились. Я сделала отдельно вот этот квадрат, потом отдельно вот так ручку, а потом все это, видите, соединила. Если бы вы увидели такую сумку в каком-нибудь модном стрит-стайл шоуруме, ну вы бы ведь даже не подумали, что с ней что-то не так. Она... она прекрасна. Вот это я сделала сама за один день. Я не знаю. Хотите посмотреть реакцию Дины? Я сразу же ей скинула, типа это я для тебя делала. Вот как она отреагировала. Я прямо, видите, записан в огурочек и я в восторге. Я уже... Красный, кстати говоря. Я не знаю, почему ты выбрала красный цвет, но он является одним из моих самых любимых в последнее время. Это прекрасная сумка. Я уже придумала летние лухи, как я буду с этой сумочкой ходить. Я не буду купаться с ней в луже. Я буду ее беречь до конца своих дней. Это будет вещь, которая для меня будет иметь супер много... Слушайте, было умное слово. Сентиментальная ценность. Вот. Большое спасибо вам за просмотр. Это я вот такими видосами стараюсь призывать вас что-нибудь придумывать, что-нибудь делать. Потому что нет ничего, что так по-настоящему искренне радует наших внутренних детей, как вот такие вот милые самодельные штучки. Но это правда. Это действительно вот тот отдых, который может заменить механический скроллинг соцсетей. Потому что когда ты вяжешь, это невозможно оторваться. Это серьезно. Ты прям полностью сконцентрирован на этом действии. И это такой отдых. Я вчера провела день просто потрясающий, несмотря на то, что много у меня не получалось. Все равно, когда ты видишь готовый результат, это прям... Это прям бальзам на душу. В общем, спасибо большое. Встретимся очень скоро. Я люблю, целую, обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok